Тактильно мне тоже книга ни о чем не говорит, потому что просто приятная тактильная обложка типа софт-тач и все. О боже, ну я так и знала! Я почему-то так и думала, что это из этой серии что-то! Друзья, возможно меня заставили это читать, этот марафон вы увидите в 2027 году, когда я прочитаю эту книгу. Ребят, всем огромный привет! Как вы знаете, мы пишем марафон, меня заставили это читать. Екатерина Евгеньевна просто отрывается в этом марафоне как может. Уже вторая книга, которую я ни за что вообще никогда в жизни не стала бы читать просто. Я не уверена, что я даже сейчас ее прочитаю. Знаете, лучше бы, как говорится, она мне дала бы что-то из китайских новелл. Я ранила тебя самое сердце, да, Катя? Да! Понимаете, я не ожидала такой подставы. Это реально нонфиг, ребят, это реально нонфиг. Это братья Ребушинские, Наталья и Семенова. Я помню Катины впечатления. Она мне рассказывала, в принципе, когда она заинтересовала меня этой историей. И она говорила о том, что здесь вот прям настоящая семейная сага, потому что нам автор рассказывает именно про семью Ребушинских. И очень много интересных фактов. Я отсюда уже знаю благодаря Кате. Вот как я вам говорила, я еще узнаю. А сколько я еще узнаю? Ну, придется постараться. Света, все ради того, чтобы в конце прочитать, что Ростов-на-Дону был как Москва. Ладно, в принципе, если это действительно про Наталью Семенову, я помню, Катя говорила, что она очень тоже так скрупулезно, тщательно относится к подготовке. Она очень много архивов поднимала, очень много материалов и с членами, с потомками общалась. То есть, что она реально проделает огромнейшую работу, прежде чем пишет свои вот эти вот исследования. Это можно назвать исследованиями. И я надеюсь именно на то, что меня зацепит история семьи. То есть, все, что связано с семьями, я очень люблю. Ну, и моя образованность после прочтения этой книги должна будет повысить свой уровень. Так, я должна сразу сказать два слова, не могу дотерпеть. Я выбрала у Семенова именно Рябушинских по той причине, что это действительно прежде всего история семьи. Светлана любит семейные саги. Так пусть она почитает про реальную семью факты. Тут есть фотографии, материалы просто море. Я надеюсь, что Светечке понравится. Она бы такая, вот был бы нонфиг. Ну, вот как я, да, как я с трудными королями. Да, это не нонфиг по искусству. Это больше все-таки реальная история семьи, которая, ну, и покупала книги по искусству. Ой, книги по искусству. Картины. Картины. Объекты. Ну, всё, ребят, будем образовываться и просвещаться. Мне прям хочется вот так ещё сзади сделать. Ребята, этап в первые сто страниц пройден, и я даже могу сказать, пройден успешно. Я очень боялась, и я, в принципе, боюсь книг по искусству, потому что я тот самый человек, который в искусстве не разбирается вообще. Вот, то есть, знаете, какие-то вершки я знаю, я понимаю там приблизительно, где чьё имя, и то не всегда, даже у очень известных художников, а вот с корешками я не знакома вообще. И я очень сильно боялась, что сейчас на меня как вывалят, да, кучу художников, имён художников, названия их картин, и я в этом просто запутаюсь и буду барахтаться и пытаться, дайте мне вдохнуть воздуха, чтобы не утонуть во всём этом неизвестном для меня кругу. Но Наталья Семёнова, она рассказывает нам именно о семье. Катя не зря выбрала именно эту книгу. Действительно, можно её в какой-то мере назвать семейной сагой. Единственное что, так как Наталья Семёнова, она всё-таки более сосредоточена на том, чем занимались братья и вот это их занятие, именно связанное с искусством, она про всю семью всеобъемлюще нам не рассказывает, и вот этого мне очень сильно не хватает. Мы узнаём, что у Ребушинских, вернее, в семье Ребушинских было восемь братьев и пять сестёр. Представляете, какая могла бы получиться художественная семейная сага, и на самом деле, если кто-то возьмёт за основу историю этой семьи, это получится нечто невероятное, потому что рассказать здесь есть о чём. На первых страницах мы более подробно узнаём о брате Михаиле и о втором брате, я забыла, как его зовут, мне кажется, что Николай наш разгульник и ахальник такой. Да, и второй брат Николай. Самый старший, кстати, брат в семье – это Павел, и мне очень понравились слова Павла о том, что Михаил и его братья хорошо усвоили наставление старшего Павла Павловича «Богатство обязывает». То есть это была семья, которая очень много зарабатывала денег, причём свой бизнес они построили сами, это в прошлом крепостные, и они очень умело строили этот бизнес, очень умело, ловко зарабатывали деньги, то есть у них была вот эта жилка, бизнес-жилка в них была в этой семье, но они также понимали, что вот те деньги, которые они зарабатывают, они даются им не просто так, что эти деньги, они несут за собой ответственность не только перед своей семьёй, но ещё и перед другими людьми, которые от них зависят. И это очень, как мне кажется, хорошая черта характера, не только для одного человека, но в принципе для семьи. И вот Михаил, он брал пример со старшего брата, он коллекционировал различные картины, это было его увлечение, хотя вот он сам, кстати, говорит о том, что Михаил Павлович не раз повторял, что дело для него было всем, то есть дело, да, их фабрики, их заводы для него было всем, а собирательство картин не более чем отдыхом, вот такой у него был досуг, то есть картины, всё это художество, он художество, надеюсь, мне Катя мне по голове за это не ударит. Он собирал это всё для души, у него очень богатое наследство, которое, естественно, когда семья Рябушинских вынуждена была бежать из России, всё это богатство было потеряно, очень многие картины, в принципе, осели непонятно где, и только вот недавно, да, начали восстанавливать эту коллекцию, ну, как недавно, в 90-е начали восстанавливать эту коллекцию, мы узнали, в принципе, фамилию Рябушинских. И Михаил, он очень сдержанный по натуре, он очень мало проявляет какие-то чувства свои, эмоции. В отличие от него, второй брат Николая, о котором мы здесь же вначале узнаём, он наоборот, он разгульный, он любит погулять, он любит потратить деньги, но кроме того, что он гулял и тратил деньги, он ещё периодически организовывал различные выставки, он основал журнал «Золотое руно», и ох, как мне не понравилась одна фраза, о которой была сказана Бенуа, в среде вот художников, да, людей искусства, Николай Рябушинский, он считался, ну, такой вот, неуч, вот, припёрся, неуч с деньгами, ничего в этом не понимает, но что делать, у него деньги, а мы тут сидим, такие вот все великие, да, люди искусства, но нищие, к нашему огромнейшему сожалению. И вот что Бенуа говорил про этот журнал «Золотое руно». «Будем сотрудничать в золотом говне, будем плясать вокруг золотого тельца», ругался Бенуа, а сам рисовал виньетки и писал статьи, срывая в дневнике зло на жене, неспособной уложиться в семейный бюджет. Вот, очень такой, да, факт, красивый в кавычках, конечно же. Я о Бенуа знаю немножечко от Кати, но вот, знаете, после этого момента знакомиться с ним более близко совершенно расхотелось, так скажем. Больше всего меня вот в этой книге цепляют, знаете, истории, которые как бы вброшены, не взначай в повествование. Вот то, что касается Николая, меня прям задело, что я пошла после этого разузнавать подробности про эту историю, что Николай, он был влюблен в актрису Ольгу Грибову, и из-за этой Ольги Грибовой случилось тройное самоубийство в Москве, в том числе и Ольги Грибовой. И это событие, оно прям взбудоражило тогда общественность, всякие были загадки-догадки, и я как раз-таки из-за этой истории, меня прям очень зацепило, что там могло такого случиться, да, тройное самоубийство, я полезла узнавать подробности, и что же я узнала, поделюсь сейчас с вами. В общем, Ольга Грибова была красавицей, невероятной, причем красавицей, которая, ну, понятно, красавица привлекала внимание мужчин, но и сама она, да, порхала между ними, нигде особо не задерживаясь. При этом у Ольги Грибовой был муж, который во всех историях остается, знаете, как бы с краю. Он вроде есть, но тем не менее нигде ни в чем не участвует. И вот Николай Рябушинский, он был влюблен в Ольгу Грибову, она с ним рассталась. Она увлеклась совершенно другим молодым человеком, уже, знаете, таким миллионером, который действительно миллионер, а не миллионер, который немножечко тогда побирается иногда по своим братьям. Его звали, по-моему, Тарасов, вот он Николай, да, Николай Тарасов он был, который был настоящим миллионером, вот не таким, как Николай Рябушинский, который последние уже денежки свои проматывал, и ему периодически приходилось обращаться к своим братьям, а к миллионеру, у которого денег много. Он ее очень любил, он ею восхищался, но Ольга Грибова недолго радовала его своим вниманием, потому что ее привлек еще другой симпатичный молодой человек, и уже тот молодой человек был такой папенький сынок. У него из-за душой особо ничего нету, и игрок он, но почему-то Ольга к нему прикипела всей душой. И вот этот самый игрок, папенькин сынок, он очень сильно проигрался и пришел просить денег у Ольги. Она помыкалась-помыкалась, туда-сюда-обратно, никто ей денег не дает, и в итоге она идет к своему бывшему любовнику, к Николаю Тарасову, к тому самому миллионеру, и говорит, дай денег, мне нужно для моего нового любовника. Он ей в этом отказывает, потому что считает, что это уже как-то совсем не по-людски, уже срам какой-то такой ты сюда несешь, иди со своим любовником куда подальше. А когда он приходил, вот этот папенькин сынок к Ольге, он ей еще и заявил, что если денег не будет, я покончу с собой. И он свою угрозу исполнил, он действительно покончил с собой, так как не мог выплатить долг. Ольга решила следом за ним наложить на себя руки, и она тоже это сделала. Вот мне, правда, интересно, нигде в историях я не нашла упоминаний, что в это время муж ее делал. Все про ее любовника, все про каких-то других окружающих ее мужчин. Когда об этом узнает Николай Тарасов, его это очень сильно задевает, расстраивает. И он в этом порыве, какой я дурак, денег пожалел, деньги всего лишь деньги, она была бы жива, он тоже стреляется. И вот тут есть тоже немножечко жуткий момент. Дело в том, что подруга Ольги Грибовой, она обвиняла в ее смерти как раз-таки Николая Тарасовой. Она решила в день самоубийства, ну никто не знал, что это день самоубийства, послать Николаю Тарасову подарок. Она ему отправляет венок и гроб. И непонятно, Николай Тарасов видел этот венок и гроб, или же он пришел уже после того, как он застрелился. Но когда пришла полиция в дом, то они увидели и покойника, который вот буквально несколько минут назад застрелился, или час назад застрелился, и гроб, и венок. То есть сцена совершенно жуткая. И вот таких вот именно рассыпанных каких-то историй, намеков на эти истории, что после них, вот прямо после этих намеков и зацепочек хочется пойти и узнать что-то дальше, что-то глубже, увидеть то, как жила Москва в начале XX века. Потому что вот эта ситуация, она, как там написано, была очень в духе того времени. Очень в духе и очень соответствовала тем людям и той жизни, как они себя вели, богатым людям, конечно же, с определенным темпераментом. Ну что, ребят, Катин выбор книги для моего знакомства с миром искусства, я же могу считать это знакомством с миром искусства? Можешь, можешь. Был крайне удачным. Она совершенно правильно поступила, что она выбрала книгу, где рассказывается о семье, увлекающейся искусством. Конечно, мой главный интерес в этой книге поддерживали вовсе не картины, которые покупали братья Рябушинские, продавали братья Рябушинские. И, в принципе, вот прослеживать именно историю этих картин мне было, ну, признаюсь, да, признаюсь честно, не так интересно, как следить за самой семьей. Вообще, по вот этой книге, хотя о самой истории семьи мне было, конечно, крайне мало, мы здесь концентрируемся именно на увлечении искусством, но по тому, что я прочитала, у меня сложилось впечатление, что, знаете, семья Рябушинских – это такая очень плотная семейная история, у них очень тесные связи. Когда ты начинаешь, где-то с середины книги, мы начинаем наблюдать, как семья Рябушинских, они постепенно расползаются по всему миру, да, кто-то уезжает в Париж, кто-то в Америку, кто-то остается в России. Но между тем, вот эта семейная связь, она очень хорошо поддерживается. Дело в том, что брат Михаил, он был, наверное, главным связующим звеном для всей семьи. Именно ему присылали письма все члены семьи, он потом эти письма переписывал от руки, рассылал в другие уголки всем, так скажем, участникам этого семейного круга, а оригинал письма он сохранял. В общем, он еще хранил и историю семьи. Мне очень понравились сестры Рябушинские, даже не то, чтобы сестры понравились Рябушинские, но заинтересовали их историей. Это были девушки, которые, несмотря даже на то, что семья старообрядческая, они получили английское воспитание. Они очень хорошо владели разными языками и, в принципе, были образованными. Они тоже, кстати, увлекались искусством. Ну, там одна сестра собирала вроде как какие-то статуэтки такие небольшие, да, то есть не так глобально, как братья. Ну, опять-таки, понятно, почему у братьев денег было гораздо больше. Естественно, не все члены семьи Рябушинских были вот прям такими ответственными, серьезными. Были и те, но это как раз-таки те, кто помладше, да, которые не допущены, так скажем, еще в силу возраста к большим деньгам. И, в принципе, большие деньги наследовали все-таки старшие братья. А те, кто помладше, они и прогуливали какие-то денежки, ну, и не были так серьезно подготовлены, наверное, ко взрослой жизни. У них уже была вверху семьи, да, в верхушке такая монументальная опора. Мне очень понравилось, как Рябушинские относились к своей прислуге. Неоднократно, кстати, говорит Михаил, он вспоминает о том, что вот несмотря, да, на сложившуюся ситуацию в начале 20 века, на революцию, когда многих богатых, да, людей выдавала их же прислуга, у Рябушинских такого не было. Наоборот, им очень сочувствовали. И, в принципе, вот как говорит нам сам Рябушинский, сейчас я вам даже зачитаю этот кусочек, что те семьи, в которых вот они вертелись и общались, у них было дурным тоном, что у них будет прислуга, которая там по каким-то причинам от них уволится, да, или им что-то там будет не нравиться, вот как с ними обращаются. То есть там считалось, что с прислугой надо обращаться как можно лучше. И такие вот семьи, они с гордостью всегда говорили, что от нас уходят только когда помирают. То есть этим людям не хотелось уходить со своей службы, потому что их все устраивало, их хорошо кормили, их обеспечивали, в принципе, с ними очень хорошо обращались. И это говорит только в пользу семьи Рябушинских, конечно же. Меня заинтересовала история Елизаветы Рябушинской. Она была очень тяжелой, Елизавета, в принципе, умерла очень рано, побывав в их тюрьмах. И очень у нее такая, знаете, была интересная, в кавычках, история с ее любимым человеком. В итоге она оказалась и без своей квартиры, потому что ее туда просто он не пустил обратно. Но вот именно с такими вот какими-то моментами, которые меня зацепили, я хочу ознакомиться немножко попозже. Я обязательно, вот как про эту историю, да, про любовный треугольник, я вам рассказывала, я хочу почитать побольше. Вот для меня эта книга, она в первую очередь оказалась драгоценной вот таким набором ярких зацепок, ярких судеб, про которые ты хочешь узнавать больше и больше. Это очень здорово, я такое люблю. Я люблю, когда, знаете, чтение сопровождается вот какими-то еще дополнительным изучением, дополнительным исследованием, когда тебя так и манит, так и тянет про кого-то узнать еще больше. Кате вообще огромное спасибо, я бы никогда, вот ребят, вообще я бы никогда не стала. Ты мне реально говоришь спасибо. Конечно, я говорю тебе спасибо, никогда бы я не взяла в руки ничего, что хоть каким-то косвенным образом связано с искусством, тем более в моей голове четко сидит. Раз это Катя тут про искусство, значит тут вот мне будет дебри, я вообще ничего не пойму, и меня это ни в коей мере не увлечет. Ну и ребят, конечно, Наталья Семенова пишет очень увлекательно, грамотно расставляет по тексту зацепки и отсылки к другим историям, и я обязательно, обязательно у Кати рано или поздно попрошу книгу ее авторства. Не Катинова Натальи Семеновой, конечно же, ребят. Ну что, Катя, ты готова? Готова! Ты готова к финишной прямой? Ну что, ребят, мы на финишной прямой, и я вот теперь думаю, а не сглупила ли я, оставив вот эту самую толстую книжечку напоследок? То есть вроде бы как и финишная прямая, но очень длинная. Ну, это долгий путь к финишу. Да. Так, у Светланы здесь много закладок. Мне, кстати, кажется, что Света гораздо реже вот прям много закладок лепит, чем я, но это значит, что книга ей понравилась. Это значит, что здесь есть много моментов, от которых Свету прям эмоционально колотила. Ну, предположения есть? Я вообще думала, предположения, я вообще думала, что она мне подсунет фэнтези. Пока фэнтези не было. А надежда в груди была? Нет, был страх. Так, и у меня до последнего было ощущение, что она мне подсунет Джима Барчера, его архивы Дрездена, но она их не перечитывала, она их только покупала. А старое издание, если бы она там принесла что-то свое вот это из 90-х, из начала нулевых, я бы его узнала. Ой, так, это какой-то вот это большой крупный роман. Мне везет, вот это Антония Бая, да, вот это теперь. То есть это что-то крупное, наверное, это современная литература. Вряд ли мне Света какую-то классику бы подсунула, тем более я в основной массе, то, что любит Света, я это читала. Господи, слава Богу, не Моби Дико. Вот мне кажется... Кстати, кажется, что Моби Дико, он еще толще. Короче, я все-таки ставлю на то, что это какая-то современка, которая там Свете понравилась, ну вот, за последние сколько-то там лет ведения канала. Ой, сколько страниц! Ну, Свет, ну просто за что? Ну ты угадала там закладки от тех моментов, где меня бомбило эмоционально. Ну ты бы и финишная, прямая.